Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас очередная поездка. Я надеюсь, что вам это тоже будет интересно, что вы присоединитесь к нам с удовольствием. И сегодня мы посетим город Эллинген, который в Баварии, в Германии. Все, что там будет интересного и возможно показать, я вам обязательно покажу, все расскажу. И вполне возможно, что еще какие-нибудь интересные подробности всплывут по пути. Ну а вы не забывайте подписываться на канал, ставить пальчики вверх и комментировать это все. Ну что, начнем? Ну и поскольку вы выходите, когда на станции кажется, что вы, ну не то чтобы в поле, но и не в слишком населенном месте, то когда вы спуститесь с платформы, то вот вас встречает указатель о том, что город Эллинген и о том, что дворец в том направлении. В общем, чтобы вы знали, что вы не потерялись и приехали все-таки туда, куда надо. Основная достопримечательность Эллингена – это его замок. В основном ради него мы сюда и приехали. Поэтому это будет первый пункт, куда мы направимся. Также мы постараемся посетить еще ратушу. По-моему, здесь еще есть церковь или монастырь, также историческая. Поэтому как можно больше мест постараемся захватить. Но, конечно, основная наша цель – это замок. Начнем мы с него. Ну а дальше, по мере продвижения, сколько успеем, столько успеем. Естественно, чем больше, тем лучше. Но, повторюсь, начнем с дворца. А еще через реку, конечно, это гордое название, но, тем не менее, через реку есть вот такой мост со статуями, с фигурами, что тоже, конечно, добавляет привлекательности и какой-то оригинальности, уникальности городу Эллинген. Ну а на дальнем плане, вот вы видите, там, где такая башня – это вот в той части дворец. В зависимости от того, какой путь к замку вы выберете, то есть вот такие вот ворота красивые, которые вас встречают. И, пройдя через них, вы попадаете на пешеходную дорогу, которая вас и выведет прямиком ко дворцу. Ну а вот так издалека выглядит основная достопримечательность Эллингена, а именно замок, он по центру, к которому мы сейчас будем приближаться. Я постараюсь его максимально вам показать со всех сторон и чтобы вы увидели как можно больше. Ну что, вот мы подошли к замку ближе, так что добро пожаловать и вам и нам в замок. Посмотрите на вот эти сливы водосточных труб в виде таких каких-то химер с крыльями. Казалось бы, простая деталь, но и она тоже продумана. Ну и теперь фронтальная часть замка. Как вы видите, он достаточно длинный, там еще вон комплекс ворот со статуями. Конечно, позже я вам и их покажу ближе, но вот он главный вход во дворец. Вот так, чтобы уже нам совсем не закрывали деревья. Оцените красоту, помпезность, высота. Части дворца три этажа, часть это четыре этажа, несколько крыльев у замка. В общем, дворец он таки напоминает. Вот он мост, который я вам до того издалека показывала. Он находится над небольшой речушкой, но речушка и правда совсем небольшая. Если я не ошибаюсь, она называется Рецад, но вполне возможно, что я как-то или неправильно произношу. Вот, хотя мне кажется, что это она. Насколько я знаю и интересовалась этим городом до того, как мы сюда приехали, то называется она Рецад, но поскольку сейчас зима, то естественно она совсем не полноводная, но правда надо отдать ей должное, она и не замерзла. Это просто небольшой мост через него, правда красиво оформленный, потому что он возле дворца. Если же мы посмотрим с другой стороны, то вот кроме того, что захватывается сам дворец, еще здесь есть табличка, которая говорит о том, что это дворцовые ворота, которые были построены в 18 веке, но во время второй мировой они были разрушены и поэтому после нее уже восстановлены, но в том же виде, в котором были задуманы изначально. Ну а вот так выглядит внутренний двор замка. Сейчас я вам попробую максимально панорамно его показать. Начнем и будем постепенно двигаться по кругу. Вот в этой части вход в сам замок. Такая анфилада из арок. И вот мы и вернулись к тому, с чего начинали. Ну а пройдя через тот внутренний двор, который я вам только что показала, вы попадаете в следующую часть. Вот я вам показываю замок уже с другой стороны. Я так понимаю, что вот это церковь, которая здесь есть при замке. Вот, собственно, проход, через который мы прошли из внутреннего двора. Сюда, если вы обратите внимание, видны две головы лошади. Так что я подозреваю, что здесь были конюшни. Вполне возможно, что они могли и вот в этом здании размещаться. Ну а дальше здесь следует парковая часть. Вот такая с каким-то ручьем или речкой. Деревья, мостик и прочее зеленое насаждение. Ну и вот если обратить внимание на цифру, мне кажется, что это 1750 год. И я так понимаю, что это год постройки вот этой церкви, часовни. Всего лишь 18 век. Ну что, мы закончили ходить по дворцу. И мое, честно говоря, первое впечатление, это то, что снаружи он выглядит лично для меня гораздо интереснее, чем внутри. На мой взгляд, открыта примерно где-то треть дворца для того, чтобы можно было пройтись экскурсии. И, кстати, это тоже еще один из моментов, который мне раньше здесь в Германии не встречался. А именно то, что экскурсии здесь являются, скажем так, как бы обязательным элементом. То есть вы не можете просто так прийти в кассу, заплатить, купить билет и пойти себе сами смотреть. Нет, вас обязательно кто-то будет сопровождать. Поэтому здесь все начинается в начале каждого часа, скажем так, экскурсии. Но при этом вы можете не волноваться, даже если вы одни, или вы просто как пара, или как одна семья, то для вас это тоже проведет. Почему я так говорю? Потому что у нас это было именно так. Мы были единственными посетителями. Мы пришли где-то без двадцати, поэтому нам продали билеты, но нас попросили подождать. Для того, чтобы когда будет ровно начинаться следующий час, тогда к нам выйдет экскурсовод и нас проведет по той части, что доступно. И все нам покажет и расскажет. Значит, дворец, скажем так, из возможного, что посмотреть, он трехэтажный. Первый этаж, то, что открыто, это вот вы сами ходите для того, чтобы как-то скоротать время. А уже с экскурсоводом вы ходите по второму и третьему этажу. Кроме того, что примечательно в этом дворце, что он, в принципе, изначально был задуман не для того, чтобы здесь проживала какая-то особа или семья королевских кровей, голубых кровей, а для того, чтобы здесь был один из христианских орденов монахов. Поэтому вы, ну я думаю, что, скорее всего, вас, как и нас, проведут одним и тем же маршрутом, вы начнете с третьего этажа, вот, где, собственно, жили самые высокие чины этого ордена. Вот. И, кстати, как на мой взгляд, что является еще одним таким отличительным аспектом этого дворца, это то, что, на мой взгляд, здесь лучше сохранились сами комнаты, чем интерьер и убранство в них. То есть на стенах вы можете увидеть обои, росписи, какие-то, ну, например, или полы, или облицовку каминов и так далее. То, что было изначально. То есть то, чему там сто лет, двести лет и так далее. А вот зато предметы интерьера, какие-нибудь, не знаю, диваны, вазы или столы, этого в разы, во-первых, меньше. Вот. Поэтому для меня комнаты показались достаточно скудно обставленными. А, во-вторых, этого здесь, в принципе, немного. Что, опять-таки, вы больше смотрите на стены, на потолок, на какое-нибудь там обрамление окон, но не на наполнение всех этих помещений. Вот. Но вернемся к тому, что же вы увидите. Значит, на третьем этаже это то, где были высшие чины и, соответственно, там очень много всяких гостиной, комнат, где сидели, ждали аудиенции и так далее. Вот. На втором этаже это как раз находилась энная часть тех, кто обслуживал, скажем так, третий этаж, но при этом был не самого низшего сословия. Вот. Потому что такие люди или находились еще ниже, или, в принципе, проживали как бы не во дворце, а просто приходили туда на службу. Вот. Поэтому чем выше этаж, тем выше ваше положение в этом ордене. Вот. Но со временем в этом дворце иногда останавливались, скажем так, правители Баварии. Поэтому вот на втором этаже можно увидеть некоторые их вещи, некоторые росписи, сделанные по их заказу. Вот. И некоторые предметы обстановки, вот в частности, различные китайские вещи, которые оригинальные, которые принадлежали уже правителям Баварии. Но поскольку в этом дворце постоянно никто не жил, ни этот христианский орден, ни тем более Баварские, Баварская знать, то поэтому там мало всего. Вот. Потому что это не служило постоянной резиденцией ни для кого. И христианский орден тоже имел достаточно много зданий в своем распоряжении, поэтому они как бы путешествовали. И здесь это было временной резиденцией на тот период, когда они именно здесь пребывали. Вот. Кроме того, что вы пройдете вот по третьему этажу и по второму, здесь еще также доступна часть как бы храма, который является составной частью дворца. Он достает, скажем так, этот храм небольшой по своему пространству, но при этом он высокий, он как раз занимает все вот эти три этажа. Там тоже есть росписи, есть скамьи, где можно сидеть, молиться и так далее. Но при этом это сейчас тоже является частью музея, поэтому оно не открыто, там не проводятся службы. Вас просто проводят, вам все показывают, рассказывают. И когда вы оттуда выходите, за вами закрываются двери и, собственно, все. То есть, как таковое, по своему основному предназначению, это помещение сейчас не используется. Вот. Что хочу сказать, что для меня было интересно посмотреть именно на дворец внутри, и поэтому, если брать общее впечатление дворца, то, конечно, это не Версаль, не Сан-Суси, вот, и так далее. То есть, именно как дворец вы вряд ли получите все подобные впечатления, поэтому, скорее всего, вы будете разочарованы. Вот. Потому что, для меня, повторюсь, он снаружи был гораздо интереснее, чем внутри. Вот. Но в то же время, если вы хотите увидеть какие-то оригинальные вещи, которым уже не одно столетие, а тем более то, что очень часто не сохраняются, то есть какие-то росписи, мозаики, работы по дереву и так далее, то здесь это есть. Оно здесь есть достаточно, на мой взгляд, в большом количестве. Очень интересно. Рыцарский зал расписан, начиная от пола и до купола. То есть, там и потолок тоже полностью расписан. Это все красиво. Оно все сохранилось, оно в оригинале, поэтому оно стоит того, чтобы посмотреть, как творили мастера в древности. Ну, а теперь мы продолжим еще свой поход по городку, так что оставайтесь. Ну, вот так одноэтажно и вполне типично выглядит для Баварии городок Эллинген. Я вам буду походу еще тоже кое-где улицы показывать, чтобы хоть какое-то представление у вас сложилось об этом. Как и обещала, показываю вам еще немного улицы Эллингена. Как видите, они точно такие же двух-трехэтажные, небольшие. Вот. Достаточно типичная архитектура. Вот. Могу повернуть, показать немножечко в другую сторону. Тоже мало чем отличается. Ну, я думаю, это последняя зарисовка по поводу обычных улиц Эллингена. Думаю, что вы общий принцип уловили. И архитектурный стиль вам тоже понятен. Еще бы хотела показать вам ратушу. Вот так выглядит ратуша в Эллингене. Как видите, это тоже историческое здание само по себе. Но сейчас оно выполняет типично административной функцией. Поэтому само здание закрыто. Естественно, никаких там экскурсий или еще чего-то нет. Но на само здание можно посмотреть. И, по-моему, оно заслуживает внимания своей красотой и привлекательной архитектурой. Так точно. Сейчас мы находимся с вами возле церкви Святого Георга. К сожалению, она находится в таком тесном окружении домов, что отойти далеко и полностью ее снять у меня не получается. Это вот максимально, как я могу от нее удалиться. Поэтому просто покажу вам, постепенно поднимаясь вверх, ее вид. И точно так же опускаясь вниз. Я ее постараюсь еще обойти с другой стороны и тоже вам показать. Ну и надеюсь, что какое-то общее впечатление об этой церкви у вас сложится. Просто и правда, прям вплотную к ней стоят дома, в которых живут люди. Никакой большой площади или какого-нибудь газона или еще чего-то здесь нет. Поэтому вот на таком удалении, насколько могу, так снимаю вам и показываю. Ну и, скажем так, краткая справка про эту церковь, что была она построена в начале 18 века. Ну и вот вид этой церкви сзади. Она не очень большая, но мне кажется, что для этого городка, в принципе, на мой взгляд, это именно вполне подходящий размер. Вот. И сейчас я вам здесь еще кое-что покажу. Здесь есть два вот таких памятника. Тот, что справа, это в знак благодарности солдатам, которые пали в Первой мировой войне 1914-1918. Вот жители города Эллинген. Ну а тот, что справа, я думаю, вы и так видите, исходя из года 1945, что он посвящен уже Второй мировой войне. А за церковью в Эллингене располагается вот такая вот капелла. Носит она название капеллы Марии. Она небольшая, но достаточно ухоженная. И, как вы видите, здесь тоже сочетаются самые различные фигуры, так же, как и в замке. То есть, вот, например, при входе у нас есть черепа, и тут же выше сидят ангелочки. Также одной из достопримечательностей являются вот такие ворота. И, кстати, через них и сейчас проходит дорога, по которой спокойно ездят машины. Ну а вот так выглядят ворота с другой стороны. Как вы видите, на них гербы для того, чтобы вы при въезде в город понимали, к чему он относится, кто им управляет и так далее. Это, скажем так, парадная, а не тыльная часть ворот. И уже за ней, собственно, начинался город. И это ворота примерно 17-го столетия, где-то его середина. Еще недалеко от ворот находится вот такой дом, который был построен по плану придворного мастера по строительству. И принадлежал он мэру на тот момент. Ну а вот так изнутри выглядит сам двухэтажный вагон. Это мы сейчас внизу, прямо сразу возле входа. Вот двери, куда вы вошли. И вот поворачивайте. Это первый этаж. Вот он есть чуть-чуть на возвышении. И дальше ведет лестница выше. Сейчас тоже вам это покажу. Вот так выглядит подъем наверх. Как вы видите, там цифра 1. Это обозначает, что здесь могут ехать пассажиры, у кого в билете указан первый класс. И то же самое есть с цифрой 2. Это второй класс. Как правило, мест первого класса меньше. Второго класса больше. Вот, но второй класс очень комфортный. Вот, поэтому мне кажется, что нет большого смысла переплачивать за первый класс. Вы и так доберетесь с комфортом. И, как вы видите, первый класс прям чем-то слишком сильно не отличается. Вот. Вторым вы едете дешевле, а комфорт все тот же. Ну, а вот подъем во второй класс. Просто, как вы видите, дверью не отделено. Вот цифра 2. И стрелочка, что если вы подниметесь наверх, это будет второй класс. Как вы видите, места все те же. Обивка, расположение, места для багажа. В общем, никакой разницы нет, кроме того, что в цене. И, конечно, она не отделена дверью. Но по комфортабельности условий, того, как вы можете добраться, я не вижу никакой разницы. А, соответственно, зачем платить больше. Ну, а чуть ближе, вот он, второй класс. Вот такие столы, сидения. Есть просто без столиков одинарные. Как вы видите, есть крючки, куда вы можете повесить одежду. И выше полка, куда можете сложить как насильные вещи, так и любые пакеты, сумки, может быть, портфледы и так далее. Вот. Кроме того, здесь есть еще подсветка для темного времени суток. И есть она возле каждого места. Неважно, там, где стол это, или она само по себе, вот оно отдельно. Вы видите, над одним из мест горит. А рядом обозначение синей лампочки. Это для того, чтобы вы их могли или включить, или выключить. Там, где вот такие вот места для сидения компании, есть еще розетки с двух сторон. Ну, а это просто для отходов. Это урна. А вот тут, где места одинарные, чтобы тоже люди чувствовали себя комфортно, здесь тоже есть урна. Есть розетка и вот такой своеобразный стол, характерный для самолетов или автобусов дальнего следования. В общем, чтобы максимальное количество человек чувствовало себя комфортно в пути. Ну, а кроме того, какая чудесная эта электричка сама по себе, хотела вам показать вот такой вот уголок. Это считается, как для пассажиров с детьми и вроде бы детского такого уголка. Как вы видите, здесь и сидения обиты другую тканью, и стол разрисован под игру. В общем, чтобы можно было как-то попробовать скоротать время с ребенком, кроме того, что он у вас спит, кушает, или смотрит, к примеру, мультики, или играет там на планшете, телефоне или чем-то еще, вы можете попробовать здесь изобразить какую-то игру. В общем, конечно, места не очень много, и я не могу сказать, что здесь это прям какой-нибудь полноценный такой раздел, место, где можно быть с детьми, с игрушками, где все заранее за вас продумали. Но, тем не менее, насколько позволяет электричка, насколько позволяет, в принципе, железная дорога, вот для вас и сделали такое приятное место, где можно попробовать занять ребенка, и о вас подумали. Так что, мне это очень нравится, мне кажется, это приятной заботой о гостях в пути, поэтому я захотела с вами этим поделиться и вам это показать. Так выглядит снаружи двухэтажная электричка в Баварии. При желании вы можете, как видите, даже велосипеды провести тоже с собой. И на дверях есть обозначение второго класса, первого класса, или вместе первого и второго класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова